Привет, на связи Smart Plus. В студии один серый, другой белый, Realme X2 и Mi 9 Lite. Сравнивать их нужно, ведь стоят плюс-минус одинаково и имеют много общего. И кто же в чем круче, сейчас узнаем. Конечно, без циферок тут не разобраться, но давайте сначала быстро посмотрим на них внешне. Выполнены они, конечно, в одних и тех же трендах. Сзади мы видим стекляшки Gorilla Glass 5 у обоих. Торцы в Mi 9 Lite из металла, а в Realme X2 из пластика. Не знаю, как данные материалы проявят себя в Realme. Металл, конечно же, предпочтительный, но не стоит думать, что даже в чехле со временем с металлом ничего не будет. Вот как пример мой Mi Note 3, который тоже носился в чехле, все равно что-то попадает под него и оставляет там следы. Блок камер тоже в похожем стиле, только в Realme есть еще четвертый макрообъектив. Подмечу, что в Realme этот самый блок выступает больше и на столе он при нажатии будет качаться больше. На торцах различия есть. Например, у Realme здесь кроме USB-C, динамика и микрофона есть еще вход по 3.5 миниджек. А у Mi 9 Lite все то же самое, кроме входа под наушники. Он расположен на верхнем торце. А в Realme тут только второй микрофон шумоподавления. И тут же Xiaomi хвастает тем, чего нет у Realme. Инфракрасный порт управления техникой. Кондишены, телевизоры и так далее. Лоток под сим-карты более универсален у Realme, так как тут есть еще и место для карт памяти. Без жертв в отношении второй симки. В Mi 9 Lite же нужно делать выбор. Экраны, как вы заметили, практически одинаковы. 6,39 дюйма у Mi 9 Lite. 19,5 к 9. Он чуть более вытянут. И 6,4 дюйма у Realme X2. Конечно же широкоформатные, конечно же без капель никуда. Но замечу, что в Realme она чуть более плавная, чем в Mi 9 Lite. Рамки тонкие, но из-за чуть большего экрана Realme X2 сам чуть выше и совсем чуток шире. Габариты и вес на ваших экранах. И да, в Realme уже из завода на экран нанесена защитная пленка. В Xiaomi экран голый. К обоим из коробки производитель прилагает защитные чехлы. Always-on Display есть у обоих, но у Realme попроще. Будет показывать пропущенные звонки и смс. На Mi 9 Lite можно добавить и другие уведомления, например Viber. Настроить разные стили, да и побогаче выглядит. Сканеры у обоих в дисплее. И вот тут акцентирую на важном моменте. Смотрите сценарий. Оба смартфона лежат на столе. Я касаю сканера для разблокировки. Mi 9 Lite реагирует сразу, а вот Realme нет. Потому что его сначала нужно расшевелить. Только тогда он сработает. Это все по умолчанию из коробки у них так. И я не нашел возможность сделать сканер в Realme всегда активным. А так у обоих сканеры хорошие, быстрые и проблем не будет. По лицу тоже узнают оба, но Realme делает это немного быстрее. По поводу самих экранов. Напомню в обоих Super AMOLED с насыщенными цветами, глубоким черным и отличными углами обзора. Замечу правда, что в Realme на максимальной яркости будет совсем чуток ярче. А также на минимальной яркости Realme будет темнее. И кстати, кому важно, в обоих предусмотрена функция DC Dimming, устраняющая мерцание. Жаль, нечем точно замерить. Но сейчас я снимаю на телефон и тут можно заметить мерцание. Ведь на глаз не видно, конечно. Теперь я в обоих включил устранение мерцания. И уже значительно меньше. Xiaomi на камеру сейчас мерцает чуть менее заметно. Это только мое предположение. Но возможно в Realme шим проявляется больше. На заметку, кому это важно. Теперь звук. Сейчас проведем эксперимент по громкости динамиков. Друзья, программка показывает, что в Realme где-то чуточку звук громче. Понятно, что точного замера на смартфон ждать не стоит. Тем не менее, вживую звук однозначно лучше именно в Realme. Если по громкости Xiaomi чуточку проигрывает, то в Realme прямо басы прут. Причем, замечу, это не у Xiaomi плохой звук, он хороший. Это в Realme звук просто отличный, как для его цены. Но отмечу не совсем привычное и удобное расположение качельки громкости у Realme. Если класть смартфоны, как я, например, кладу из правой руки на стол, то качелька Realme оказывается внизу, что не совсем удобно, когда нужно подкорректировать звук. В наушниках кого-либо выделить не могу. В этой ценовой категории звучат плюс-минус одинаково. И запас по громкости у обоих хорош. Ну а теперь сладкое. Производительность. Snapdragon 710 у Xiaomi и 730G у Realme. Да, у Realme процессор поинтереснее. Это уже ближе к флагманским решениям. Если взять оболочки, то сильно большую разницу будет трудно заметить. Оба шустрые однозначно. Если взять игры, то в Xiaomi в тяжелых танках нужно будет чуть-чуть понижать графику. Например, выставить среднее для уверенности. А так в Call of Duty Mobile или PUBG можно играть спокойно на максимальных настройках. В Realme можно играть на максималках и будет тянуть и тянуть и еще довольно долго. Это единственная принципиальная разница между ними. В бенчмарках, а также в тяжелых играх. И можно сказать, что Realme имеет немного больше запас по производительности. Но отмечу неудобное расположение внешнего динамика в Realme. Может перекрываться звук рукой во время игр. В Xiaomi же он выше. Камеры. У Realme основной модуль способен выдавать фото на 64 мегапикселя. В Mi 9 Lite на 48, если включать данные режимы. По дефолту в Realme имеем 16 мегапикселей. В Mi 9 Lite 12. И начнем, пожалуй, с портретного режима. Пока хорошее в обоих случаях. Ошибок мало, но где-то Realme справляется чуть лучше. Кстати, 16 мегапиксельное фото в Realme весит почему-то меньше, чем 12 мегапикселей у Mi 9 Lite. И в целом чуть больше деталей все равно за Realme, если присмотреться. И снимок в целом немного четче. Дальше я попробовал поймать автофокусом цветок, который колышется на ветру. После нескольких попыток я понял, что Xiaomi справился с этим лучше. Вот здесь основные модули в обычном режиме. И тут тяжело кого-либо выделить. Разве что в Xiaomi местами, как ни странно, чуть больше деталей сохранилось. Теперь тот же ракурс, но на ширике. И тут сразу видно, что в Xiaomi снимок более четкий. Особенно это видно по краям кадра. Теперь 48 и 64 мегапикселя. Как же без них? Я специально выбрал белую табличку с текстом на солнце, чтобы посмотреть заодно разрешение и не будет ли засветов. Приближаем и что мы видим? На Realme вообще ничего не разобрать. На Xiaomi еще как-то можно что-то прочесть. Если обратить внимание на задник, то он тоже лучше в Xiaomi. Также глянем на небо. Только посмотрите, что за артефакты в Realme. Словом, 48 мегапикселей в Xiaomi мне больше понравились, чем 64 в Realme. А вот сложнейшее условие. Все те же 64 и 48 мегапикселей. Солнце светит прямо в глаз. Вернее, в глазки камер. И вы бы на Realme, наверное, и не поняли, что там было солнце. Если же посмотреть по сторонам, то опять за Xiaomi больше деталей. А вот уже в плохом освещении фото. И здесь по детализации чуть лучше уже Realme. Это видно по мелким надписям в кадре. А вот то же самое, только всключенным ночным режимом. Фото Xiaomi нравится чуть больше, так как выглядит чуть более художественным. Но все равно деталей чуть больше в Realme. Фронталки у обоих очень крутые. Детализация отличная. И там, и там целых 32 мегапикселя. Разве что цветопередача чуть разная. Но видео Realme снимает на фронталку с очень неплохой стабилизацией. И еще один момент. В Realme есть макромодуль. Но по-моему, скорее для баловства. Но Xiaomi так близко фоткать не может. По видео скажу так. В Xiaomi лучше 4K. В Realme довольно большой кроп. Потому и деталей меньше. И звук лучше пишет Xiaomi. Впрочем, все на ваш суд. Тест съемки видео на смартфоны Mi 9 Lite и Realme X2. 4K 30 кадров. Дувит ветер. Не знаю, как сейчас будет слышно. Тем не менее, ветерок есть. Хороший причем. Сразу же проверяем против бликов, против света. Как будут обстоять дела. Я ничего сейчас не вижу. А вот вы уже видите. Ну и тест съемки видео. Full HD. 30 кадров. Также доступно 60 кадров. И также доступна сейчас стабилизация уже у нас. Картинка на Realme X2. Сразу же на экране плавная. У Mi 9 Lite. При съемке я вижу тряску. Но потом, видимо, все будет хорошо. Автономность. Реалми на 7. Видео с YouTube садят Realme на 5%, а Xiaomi на 3. В целом, Mi 9 Lite будет хватать на 2 дня, а Realme может чуток меньше. Но тоже на достаточно хорошем уровне. Но зато Realme заряжается быстрее. У него зарядка на 30 Вт. Не обращайте внимания на блок зарядки, которому нужен переходник. Когда я брал на Алиэкспресс, глобалок там еще не было. Сейчас, если брать, то, конечно же, глобалку. И за полчаса Realme набирает аж 60% заряда против 41% у Mi 9 Lite. И за час с копейками Realme заряжен полностью. Xiaomi за час 39. Друзья, данный смартфон имеет все, что нужно большинству пользователей. Тут и модули NFC, и хорошие батареи, и хорошая производительность, довольно хорошие камеры и даже отличные фронталки. Вы видели их различия, и каждый может для себя выделить то, что ему больше пригодится. Например, если вы мобильный геймер, то можно смело смотреть в сторону Realme X2, так как у него есть некий запас еще на пару лет. Но, например, я бы для себя выбрал Mi 9 Lite, так как мне больше привычна его оболочка, мне больше нравятся его материалы корпуса, и камера для меня важнее, чем производительность в играх. И важно, что и тот, и тот есть для глобального рынка, и брать желательно именно глобалки. Скоро распродажи, черная пятница, всякие киберпонедельники, обещают хорошие цены, да и со временем и так будут падать. Где посмотреть нормальные цены, ссылки будут в описании. А вам желаю всегда выбирать то, что подойдет больше именно для вас. С вами был Андрей, канал Smart Plus, подписывайтесь, и всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok